Львы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И сегодня мы с вами смотрим ваш второй прогноз на неделю вперед с 3 по 6 июня 2024 года. Анализируем, планируем, делаем все для того, чтобы ваша неделя была максимально продуктивной. Итак, приступаем. Настраивайтесь на чтение арканов, потому что вы также участвуете в этом процессе. И визуальный ряд вам будет дополнительно нести ту информацию, которую я вам не озвучила. Основные энергии, предостережения и рекомендации от карт. Итак, Львы. Так, Тузмане, Тройка мечей, Дежавю, аркан, который присущ только этой колоде, это повторяющаяся ситуация ваших необдуманных действий или поступков. То есть здесь карты вам рекомендуют, они вас предостерегают от необдуманных покупок, необдуманных финансовых трат, импульсивных каких-то приобретений. Или ситуация, когда вас зовут в какой-то проект и говорят, давай, давай быстрее, там осталось мало объектов или там мало мест. Или вот последняя вакансия, соглашайтесь. Не ведитесь на вот это, знаете, как давление на ситуацию, когда вас насильно во что-то затягивает. Прислушивайтесь к внутреннему я. Потому что здесь можете потерять возможности, время, ресурсы, нервы. Поэтому будьте крайне обстомотительны. В особенности, если это касается ситуации, вам звонят, предлагают какой-то проект или конкретно на вас могут выйти мошенники. То есть никому не оглашайте ни номера своих счетов, ни личные данные, потому что это может сыграть против вас. Ну и в целом, как показывают карты, будьте крайне осмотрительны с ресурсами. То есть не оставляйте где-то ценные вещи. Не светите особо ценными вещами, будьте там часы, дорогие гаджеты, еще что-то в социальных пространствах. Потому что будут товарищи, которые захотят это у вас забрать. Мы сама посмотрим, о чем здесь говорит эта связка арканов относительно вопросов личной жизни. Ну а для тех, кто у нас свободен, здесь ложится король чаш. И дно колоды у нас девятка чаш. Так сказать, обещание счастья. Сейчас я объясню, о чем здесь идет речь. На повестке дня, поскольку у нас падает аркан дежавю, это либо попытка возвращения к вам кого-то из прошлого, бывших. Неважно, мужчина вы или женщина, кто меня сейчас смотрит. Король чаш, это знаете, залипание на каких-то конкретных эмоциях, которые дарили вам глубину счастья. Но, как говорят арканы, не давайте новый шанс. Вы снова наступите на те же грабли. Вы снова будете кусать локти, снова будете разочарованы с ситуацией, циклично повториться. Еще, если вы свободны и в вашем поле зрения попадается один и тот же типаж мужчин или девушек, то карта говорит, не обманывайтесь. Вы уже это проходили, вы уже наступали на эти грабли. Отказывайтесь от взаимодействия с подобным типажом людей. Не ведитесь на такую же модель поведения, потому что ситуация будет идти вам во вред. Для тех, кто у нас в любовных треугольниках, по аркану маг. Маг это манипуляция, это давление, это контроль, это попытки вас вынудить сделать какой-то выбор, который претит вашему внутреннему я. Ну и, конечно же, вне зависимости от этого, верите вы в это, не верите. Я озвучиваю, вы, так сказать, сами фильтруете для себя информацию и принимаете то, что вам близко, а то, что нет. Но здесь может быть риск, когда конкретно вашего партнера или партнерши могут увезти при помощи деструктивных программ. Для тех, кто не понимает, что такое деструктивные программы, это разновидности порч. Которые, ну поверьте, в жизни это, конечно, может быть единичном варианте, но это существует, это присуще. Да, слава богу, мало тех мастеров, которые делают эти программы качественно. Но, тем не менее, то, что я читаю в комментариях, то, что я вижу, сколько недалеких людей, которые творят непомерную дичь. И вы даже можете об этом просто не догадываться. Для тех, кто у нас в стабильных союзах, аркан справедливости. Может быть такая ситуация или перипетия, когда нашла коса на камень. И вы можете, если вы к этому созрели или подошли, подавать на бракоразводный процесс. Если, наоборот, идет ситуация, на вас давят, давай-давай, связываем себя узами брака, а у вас внутренне идет отражение, вы к этому не готовы, то карта даже, возможно, рекомендует вам разорвать этот союз. Потому что вы внутренне понимаете, что это не ваше и вам это не нужно. Еще, если вы с человеком были разведены, а теперь появилась как ситуация, вам дают возможность заново попробовать сойтись, не ведитесь. Будьте об этом жалеть, о потраченном времени и ресурсах, о ваших нервах. Потому что здесь, как указывают арканы, будут сожаления о содеянном. Если у вас в союзе все, как бы ок, стабильное, слава богу, нет никаких бракоразводных процессов. Но здесь у вас может быть на повестке дня основана болевшая тема о деньгах. Допустим, несогласованное распределение семейного бюджета, траты, с которыми вы не согласны, но которые осуществляет ваш партнер или партнерша. Потому что здесь конфликт из-за денег или ситуация обмана из-за денег, которая повторится. Знаете, как проживать или испытывать дежавю. Смотрим с вами, о чем говорит эта связка арканов с точки зрения работы, бизнеса и карьеры. Для тех, кто у нас не работает. Не знаю почему, но видимо такая тенденция. Почти у всех не работающих в рамках этой недели падает аркан-жрец. Возможно, это энергии, которые, так сказать, витают в нашем энергополе. Но у большинства это понимание и осознание, что нужно прокачивать свои знания, свои навыки. Так вот, если вы ищете наставника, взвешивайте рационально. Потому что карты здесь показывают, что вы можете вложиться в какие-то курсы или обучение и об этом сожалеть. Например, просто можете понять, что это не ваша ниша. Или что вам конкретно не подходит наставник. Или что вы слишком прокачаны для какой-то ниши. И тот материал, который вы получаете, для вас он просто не актуален. Поэтому здесь, если оценивать все за и против, это как не спешить с подходом вложений в ваше обучение и прокачку знаний. Но вопросов работы или нового источника дохода здесь пока нет. Если вы у нас являетесь соискателем, рыцарь-чаш. Рыцарь-чаш это ситуация, когда к вам идут якобы с прибыльным таким вот предложением. Но по факту это окажется ситуация обмана. Ну и в особенности, если вам предлагают стажировку, но во время стажировки вам ничего не оплачивают. Не ведитесь, просто будут использовать ваш труд безоплатно. Так, ситуация для тех, кто у нас является наемным сотрудником. Королева мечей. Ну здесь ситуация нашла коса на камень. Причем это может быть как по поводу вопросов повышения, так и по поводу вопросов оплаты. Потому что туз монет это карта ресурсов. То есть это, ну как задействованы ваши интересы. То есть может уйти нарушение вашей должностной инструкции, графика, обязательств, которые перед вами несет работодатель. То есть здесь, знаете, как шашку на галлон и действительно остро решать эту ситуацию. Не отмалчиваться, не замалчивать эту проблему, а решать ее здесь и сейчас. Анализируем ситуацию для тех, кто у нас владеет собственным делом. Девятка жезлов. С одной стороны это карта защищенности, а с другой стороны как закрытые возможности. Как будто вы не можете пробить свой финансовый потолок. И вот вас это очень сильно угнетает. Вот по картам так и есть. Когда вы достигли какого-то максимума, все, вы дальше не растете. И вы не понимаете почему, что для этого нужно сделать. И вот эти вот, знаете, как мысли в голове, постоянный рой, он вас будет толкать на то, что вы будете что-то менять. Концепцию деятельности, может быть структуру, подход, какие-то инновации. Но все то, что позволит вам выйти из этого замкнутого круга. Относительно вопросов состояния здоровья. Аркан путешественник, он же дурак. И связка текущих карт, во-первых, может говорить о ситуации, что если вы путешествуете или перемещаетесь, на вас может действовать климат новых часовых, так сказать, поясов. В особенности, если вы метеозависимы. Далее, если вы халатно относились к своему здоровью, здесь может быть риск гипертонического криза. Кто не знает, что это такое, это вопросы высокого давления. Обращайте внимание на сердечно-сосудистую деятельность. Опять же, если смотреть по этим арканам, следите за водным балансом. То есть, по рекомендации вашего врача, вы должны употреблять определенное количество жидкости, чтобы у вас не было обезвоживания. Если же у вас есть проблемы, связанные с сердцем, то в рамках этой недели особенно себя подстраховать. Смотрим с вами предостережение от карт. Семерка чаш, король жезлов и аркан влюбленные. Семерка чаш, с одной стороны, карта трудного выбора, с другой стороны, иллюзорности. И с королем жезлов и влюбленные это делает для себя какой-то значимый, но вместе с тем трудный выбор. То есть, отойти от вопроса выбора вам не удастся. Потому что, если вы это сделаете, выберут за вас. И в этом останетесь ни с чем у разбитого корыта. Дальше. Эти карты говорят о том, что ваши амбиции должны соответствовать вашим действиям, вашим вложениям. То есть, не просто сидеть и мечтать, и строить воздушные замки, а что-то предпринимать, идея для этого. То есть, крайне важна ваша активность, крайне важны ваши действия, коммуникация социумом, взаимодействие. То есть, есть идея, есть план, совершай первые шаги, реализуй, пробуй. То есть, не бойтесь ошибаться, для вас это архиважно. Смотрим с вами рекомендацию от карт. Здесь ложится король монет, он же король Пентакли. Пусть медленными шажками, как эта черепаха, но постепенно, поэтапно идти к своей цели. К стабильности, к заработку, к финансам, к ресурсам, к возможностям. Думать о своем будущем. Аркан указывает на взаимодействие с мужчиной земной стихии. Телец, дева или козерог, который может вас направлять, вести к цели. Или обозначить для вас цель. Подсказать, помочь, поддержать. Может быть, проинвестировать в какие-то ваши проекты. Или просто помочь деньгами в сложный момент в вашей жизни. Еще король монет всегда говорит о том, что выбирайте для себя стабильность. Вот та, которая отзывается на ваш внутренний отклик. Если вам что-то претит, не соглашайтесь на эти сделки, на эти договора, на эти союзы. Потому что, так сказать, сыграйте против себя и будете сожалеть о потраченных времени, здоровье, деньгах, ресурсах. Поэтому здесь оценивайте все здраво, взвешивайте все за и против. Смотрим неожиданность периода. Сердце, солнце, крысы и дом. У большинства на повестке дня вопросы личной жизни. Потому что сердце, солнце, с одной стороны, это счастливые отношения. Но по карте мыши или крысы, которые имеют свой шкурный интерес. Это может быть позиция верна как по отношению к вам, так и ваша позиция по отношению к другому человеку. Потому что карта дом, это то, что касается ваших вторых половин, ваших родственников, ваших близких. Если это брать в сфере деловых контактов, взаимоотношений. То есть это, знаете, всегда действует с позиции шкурного интереса. То есть выбирает лучшее место под солнцем. Если это касается новых проектов, анализируйте. Понятно, что каждый, когда мы сотрудничаем, хочет заработать на нас, иметь свой куш. Но смотрите, выгодно ли это вам? Какие риски? То есть какую перспективу вам несет тот либо иной проект или взаимодействие с тем либо иным человеком? Опять же, здесь могут быть конфликты или споры по поводу эгоизма вашей второй половины. Эгоизма в особенности в финансовых проектах. Либо, если смотреть по этим картам. Знаете, как создание для себя комфортной обстановки в доме. Но при этом человек может пренебрегать какими-то вашими требованиями или желаниями, вашей зоной комфорта. То есть здесь в первую очередь, как ни странно, но ставить себя во главу угла и действовать с позицией собственных интересов. Пусть так и будет. Так я вам и закрою. Вам верного выбора, верных решений. Пусть неделя будет легкой и плодотворной. Я вам искренне этого желаю. Если вам актуальны индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты всегда сможете найти под любым из моих видео. Я вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.